Всем привет! Дядя Юра делится своими мыслями на матч квалификационного раунда плей-офф Лиги Чемпионов между клубами Рейнджерс и PSV Индховен. Информация будет полезна пользователям, которые привыкли думать своей головой, а не слепо следовать советам других. Посмотрим, как команды играли в Еврокубках в этом сезоне. Обе команды начали свой путь в квалификации с третьего раунда. Рейнджерс проиграл 0-2 на выезде второй команде Бельгии, но дома взял уверенный реванш 3-0. Преимущество шотландцев было большим, но его долго не удавалось реализовать в забитые мячи. И тут помог соперник, который на последней минуте первого тайма на ровном месте придумал пенальти в свои ворота. Во втором тайме хозяева продолжали давление на ворота Сен-Джи Луас и воплотили свое преимущество в еще два забитых мяча. Победный гол полностью на совести вратаря гостей, который грубо ошибся на выходе и дал возможность Тильману забить в пустые ворота. ПСВ в еще более упорном противостоянии прошел Монако. Оба матча закончились в ничью 1-1 в Монако и 2-2 в Нидерландах. Надо признать, что хозяевам очень повезло. Гости имели преимущество, сумели отыграться и повезти в счете. А Эрик Гутиерес сравнял счет на 89-й минуте матча и очень похоже, что при этом он нарушал правила. Однако судья гол засчитал. А судьбу матча решил точный удар головой Люка де Йонга на 109-й минуте встречи. Посмотрим, как команды провели последние свои матчи. В последних 5 матчах с участием ПСВ забивали обе команды. 9 из 10 последних матчей ПСВ были результативными. Голландцы не проиграют в последних 6 матчах. Последние 3 матча с участием Рейнджерс были нулевыми. Рейнджерс забивал в последних 5 домашних матчах и выиграл последние 2 домашних матча с общим счетом 5-0. Очные матчи. Соперники в последний раз встречались более 10 лет назад. В марте 2011 года сильнее были голландцы, прошедшие в следующий этап плей-офф благодаря единственному гостевому голу. А в далеком 1999 году оба очных матча выиграл Рейнджерс. Прогноз на исход матча. Шансы на победу команд в предстоящем матче где-то примерно равны. Номинальное преимущество все же у хозяев. Вот при таких исходных имеет смысл рассмотреть вариант с непроигрышем Рейнджерс. Разница в коэффициентах между 1х и х2 невелика. Рейнджерс дома играет достаточно надежно и уверенно, чего не скажешь об игре PSV в выездных матчах. Да и повезло голландцам серьезно в предыдущей игре с Монако. Вот если фортуна не будет на стороне гостей снова, вряд ли они здесь выиграют. Тотал голов. В этой игре, похоже, мы не должны увидеть много голов. Цена ошибки достаточно высока. Никто из соперников не должен бы форсировать события. А если же кому-то удастся и забить гол, все силы будут брошены на удержание зыбкого преимущества. В то же время проигрывающий соперник не должен лезть безоглядно вперед, поскольку впереди есть еще ответная игра. Наверное, все же лучше проиграть 0-1, чем 0-2. Поэтому велика вероятность, что большая часть матча пройдет в позиционных атаках. Обе команды относительно неплохо защищаются. У PSV идет, ну, очень уж длинная результативная серия, которая пора бы уже и закончиться. Рейнджерс 5 из последних 7 своих матчей тоже сыграл результативно. Вот логично, здесь ждать не более 2 голов за матч. Обе забьют, да нет. Здесь дали почти равные коэффициенты, и с этим можно согласиться. У PSV идет длинная забивная серия, у Рейнджерс длинная нулевая серия. Ну, тут в самый раз говорить о потенциальном счете 0-0 или 1-1. Вот только что из этого выбрать вопрос. Все же, наверное, вариант нулевого матча здесь чуть более вероятен, плюс он имеет чуть выше коэффициент. Подводим итог. Оптимальный вариант на этот матч, наверное, все же тотал меньше 2,5, на коэффициент 1,73. Ну, а на доходный вариант можно предложить ничью 0-0 на первый тайм, коэффициент 2,67. Голландцы в последних 10 своих играх не играли первый тайм на 0-0, как бы пора бы уже. Как же оно будет на самом деле, покажет игра. На этом все. Всем оптимизм и удачи. Будьте здоровы. Субтитры сделал DimaTorzok